Фаина Георгиевна Раневская Когда мы посещаем нашу передачу 25-летию творческого пути в кино Актрисы большого и яркого дарования Сегодня очень хочется сказать несколько самых искренних и теплых слов благодарности артистке Затем многие часы большой радости, которыми мы обязаны ее искусству Вы только что видели целую галерею образов, созданных актрисой В советских кинофильмах Ни один из них даже отдаленно не повторяет другой Этот дар перевоплощаться внутренне, всем своим существом, глубоко, правдиво, органично А не только с помощью изменения внешнего рисунка, образа Этот дар составляет, быть может, самую яркую, отличительную сторону ее таланта Свою творческую жизнь Раневская начала значительно раньше, чем 25 лет тому назад И начала ее в театре Раневская играла во многих крупных городах нашей Родины Для того, чтобы рассказать о ее творчестве в театре, вероятно, мало даже специальной передачи Но все-таки, говоря об актрисе Раневской, нельзя не вспомнить о ролях Зинки в патетической сонате автор пьесы Кулиш Спекулянтки Маньки в спектакле «Шторм» пьеса Бильбела Цирковского Сомовой в спектакле «Сомов и другие» пьеса Горького Бабушки Веры в спектакле «Молодая гвардия» по одноименному роману Фадеева Фатьмы Нурхан в спектакле «Рассказ о Турции» назыма Хекмета Бабушки Антонины Васильевны в спектакле «Игрок» по одноименному роману Достоевского Глубокое драматическое дарование актрисы достигло трагедийного звучания в таких ролях, как Васса Железнова по одноименной пьесе Горького Берди в спектакле «Лисички» пьеса Лилиан Хельман Бабушка в спектакле «Деревья умирают стоя» пьеса Кассона Искусство Фаины Георгиевны благородно тем, что яркость и острота создаваемых ею образов никогда не является для актрисы самоцелью Экраны кино и сцена театра для нее гражданская трибуна При каждом появлении ее на сцене ощущается страстная направленность мысли актрисы Она бывает гневной, язвительной, насмешливой, взволнованно одобряющей, бичующей, нежной, но никогда не бывает равнодушной Обличительная сила сатирических образов Раневской поистине сокрушительна Жадности, тупости, жестокости, ханжеству, безвкусице, лицемерию Дает бой Раневская в таких ролях, как Попадья в фильме «Дума про казака Голоту» Фрау Вурст в картине «У них есть родина» Ресторанная певица в фильме «Пархоменко» Американская бизнесменша «Встречина Эльби» Острым взглядом большого художника актриса умеет разглядеть в людях, может быть, и не очень приметных, и чуть чудаковатых, прекрасные человеческие качества Не проходите мимо душевной красоты человека Умейте видеть ее в окружающих вас людях Говорит Раневская исполнением таких ролей, как военврач в фильме «Александр Матросов» Жена Портнова в фильме «Ошибка инженера Кочина» Бабушка в фильме «Слон и веревочка» Когда мы начали подготовку к нашей сегодняшней передаче Мы, конечно, захотели, чтобы Фаина Георгина Раневская приехала к нам в студию Мы спросили актрису, в какой форме она хотела бы принять участие в нашей передаче Актриса ответила, я хотела бы присутствовать на вашей передаче как телезритель Это будет очень волнительная для меня встреча И я хочу быть в этот день вместе с вами и вместе со зрителями Разрешите мне, прежде чем мы начнем демонстрацию кинофрагментов Пригласить Фаину Георгиевну Раневскую к нашему студийному телевизору Здравствуйте, Фаина Георгиевна Здравствуйте, Анна Николаевна Пожалуйста Мы все и зрители, и работники студии очень рады вас видеть у нас в гостях Спасибо Фаина Георгиевна Хотя вы и присутствуете у нас сегодня как телезритель Но нам бы все-таки хотелось, чтобы вы сказали несколько слов зрителя Пожалуйста Я несколько смущена, Анна Николаевна Я очень рада, конечно Дело в том, что я привыкла общаться со зрителем главным образом со сцены или с экрана Но я рада воспользоваться возможностью горячо приветствовать дорогих товарищей телезрителей Ну а теперь, может быть, вы покажете уже те отрывки из кинофильмов, которые вы сегодня отобрали Наша передача? Да Конечно, может быть, мы сразу начнем? Очень хорошо Пожалуйста Спасибо 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 Спасибо